Можно ли женщине, вырастившей детей, не искать другого мужа, а предаться служению Богу? Это очень правильное решение. Если женщина имеет детей, она защищена от своей жизни. Женщина имеет защиту от мистических отношений. Если женщина одна, она должна быть замуж. Если женщина имеет детей, она может искать себе мужа, она может не искать, в зависимости от того, насколько она развита другому. Если женщина слабо развита другому, она обязательно должна искать себе мужа. А если она сильно развита, у нее есть выбор. Или она посвящает себя Богу, или ищет другого мужа. А можно посвятить себя Богу и заодно еще найти мужа. Это тоже нормально. Но выбор такой есть. Не обязательно, что все женщины должны обязательно быть замуж. Если есть дети, можно остаться одной и думать о Богах уже. Все зависит от того, чего хочет сердце. Потому что в личную жизнь нужно обхваживать силы. Не всегда вот что-то есть силы. Продолжение с детьми в садике. Но там все мальчики. Если женщины начинают заниматься женскими специальностями, то в результате мир расцветает. Женщины должны воспитывать детей, заниматься стариками, нищими, заниматься бездомными людьми, больными. Женщины должны заботиться об обществе в целом. Создавать благотворительные организации. Кормить людей. Они должны создавать разные фонды и так далее. То есть женщины должны заниматься служением обществу. Когда женщины так делают, то они сами расцветают от этого, и общество расцветает. Женщины не должны заниматься механическим трудом. Они могут заниматься танцами, могут петь, рисовать, обучать людей в школе, преподавать. Эта женская деятельность дарит обществу любовь. Женщина не должна просто работать. «Придите на цветы взглянуть, всего одна минутка, положит розу вам на кровь цветочница Анюта». Когда женщина занимается женским делом, обществу становится теплее. Почему холодно жить часто в каких-то западных странах? Я не хочу сейчас говорить что-то против западных. Я говорю против неправильной культуры. В России то же самое сейчас. Холодно жить. Но нельзя сказать, что то же самое в восточных странах. Таких как Иран, Ирак, Индия, Китай. Там женщины очень сильно склонны думать о семье и об обществе. И поэтому тепло. Тепло. В стране тепло. Теплота душевная процветает там, где женщины занимаются женскими делами. Женские дела означают все, что связано с людьми. И с машинами, не с танками, а с людьми. Женщина становится красивее, у нее становится лучше жизнь. И если вы работаете с детьми, это благословение Бога к вам. Вот там все мальчики. Ну ничего, можно забыть о мальчиках. Иногда только одна девочка приходит. С мальчиками надо себя строго вести. Ну, видите, строго. А я, наверное, по натуре нежная, мягкая. А вы можете плакать. Вот мальчики, допустим, проказничали, вы сядьте перед ними и скажите, ты так меня обидел. Поймите, что если вы по-женски к мальчику относитесь, он сразу задумывается. Вот каким бы он озорным не был, ему стыдно становится сразу, и он начинает ваших пожар. Идите себе по-женски, как мать с ним. Возьмите его за руку и скажите, не обижай меня. Близкие отношения с ним в твоем. Ведите себя хорошо. Придешь домой, там проказничай. Здесь хорошо все будет. Личное отношение установлено с ребенком. Он будет с вами бояться проказничать. В него совесть начнет пробудиться. Женщина может пробудить к совести любого человека. Очень легко. По-женски надо. Не надо спробовать с ним взятости. По-женски просто. Становите близкие отношения, и вы сможете регулировать поведение ребенка. Близкие отношения с ним просто. Если ребенок очень проказный, возьмите его за ручку. Пойдем кушать. Лично его поведите за ручку. Так как он управляет всеми людьми, активный ребенок управляет всеми остальными детьми. Взяли его за ручку, все остальные тоже пойдут. Возьмите его за ручку, установите с ним личное отношение. Пойдем кушать. Ему будет нравиться, что его ведут кушать. Все тоже пойдут за ним. Пойдем отдыхать, спать. Пойдем, Вася, пойдем. И все тоже пойдут. Так женщина может управлять ситуацией. Продолжение следует...